Скандалы в американской киноакадемии Вы, конечно, говорили о новом спектакле «Айфак» по произведению Виктора Пелевина. Константин, мой первый вопрос про спектакль «Айфак. Трагедия». Вы буквально накануне написали у себя в Инстаграме фразу «Спектакль набирает ход, но через 9 показов сорвется в пропасть». Уже через 8 получается, как я понимаю. А сорвется в расцвете сил или уже таким подуставшим? Я думаю, сорвется в расцвете сил, но таковы условия игры. У нас заранее было запланировано какое-то количество, ограниченное количество показов. Это связано с тем, что спектакль играется на площадке не репертуарного театра, а как бы специально оборудованной для этого спектакля площадки. И площадка делалась под этот спектакль. У нее ограниченное время свободы, доступности для театрального проекта и для аренды. И спасибо, я не знаю, какие условия у продюсеров, дело не в этом. Спасибо «Башне Меркурия». Она была и остается исключительно гостеприимна по отношению к этой безумной истории. Нам там очень комфортно и хорошо. Но вот такие условия игры. Вы в целом довольны, как все сложилось с этим спектаклем? Потому что проект готовился в сжатые сроки. Да, я очень доволен. Этот проект готовился в сжатые сроки действительно. Там очень сложная площадка, и смоделировать эту площадку в репертуарном пространстве практически невозможно. То есть в репертуарном пространстве мы занимались сложением сюжета из романа Пелевина, очень сложного для инсценировки. Мы занимались разработкой ролей, характеров и так далее, выработкой какой-то интонации. Но непосредственно создание спектакля возможно было лишь, естественно, на площадке. И это, естественно, ограниченное время. Если мы говорим с вами про зрительскую реакцию, то вопрос мой следующий. Какие у вас отношения сегодня со зрителями в 2019 году? Я думаю, зритель усложнился, зритель многое понял, многое испытал за последние годы в смысле театрального опыта. И обмануть его сложнее, если нужно вообще обманывать, удивить сложнее, если нужно вообще удивлять. Поэтому сегодня, пожалуй, это отношения со взрослыми людьми, с которыми ты выстраиваешь полноценный, полноправный диалог, не отменяющие каких-то манипуляций, что является сутью все равно отчасти режиссерской, актерской профессии театрального дела, не отменяющие провокации, которые являются частью возможного способа воздействия на мозги, души и сердца людей, приходящих в зал, не отменяющие всяческих элементов эстетических театра. Но все равно сегодня мы имеем дело с принципиально иным зрителем, чем 5-7, тем более 10 лет назад. Вы однажды описали себя как человека нетолерантного и нетерпимого. Это практически цитата. Это так сейчас? Ничего не изменилось? Ну, в отношении чего-то, да, я нетерпимый, нетолерантный. В отношении чего-то я терпимый, толерантный. Вы знаете, я не, в принципе, не сильно раздражающийся вообще человек. Вот меня может раздражать, когда там сверлят стену, да, а я хочу спать. А вообще, как бы, вот, выглянуть в окно и сказать, как меня раздражает пейзаж за окном, я не могу. Потому что я, как бы, в принципе, думаю, что все твои раздражения и все прочее, это все в тебе самом, а не в мире вокруг. Я привык сам решать свои какие-то проблемы, сам решать какие-то свои, в том числе и психологические проблемы. Вот, и не сваливаю, значит, их на... Стараюсь, по крайней мере, надеюсь, что у меня так получается, не сваливать их на других людей. Поэтому я не могу сказать, что меня что-то раздражает, что-то вызывает, там, гнев. Наверное, будет звучать банально, но, тем не менее, в работах ваших всегда определенное место отведено с повестки современной, к контексту сегодняшнего дня. Но чтобы эту повестку интерпретировать и органично вплетать в повествование, нужно ее отслеживать. Вот технически, да, как это происходит у вас? Соцсети, YouTube... Давайте начнем с... Давайте так, разделим. Я слежу за повесткой дня через соцсети, я не знаю, там, новостные сайты, телеграм-каналы. Ну, просто слежу, да, по факту того, что я пролистываю все это периодически. Иногда это забавно, интересно, и так далее. Это не имеет отношения к театру. Я не занимаюсь актуальным театром, и вещи, которые как бы присутствуют в спектаклях, связанные с актуальной, условно говоря, повесткой, это не моя радость, это скорее такая обманная приправа, которая иногда облегчает восприятие того или иного куска, развлекает людей, потому что их всегда развлекает, когда со сцены несется что-то, что, значит, утром в газете, вечером в куплете. Им всегда это радостно, зрителям, и я иногда готов этим чувством потрафить. Но я к этому абсолютно равнодушно и холодно отношусь. Для меня вот этот момент, значит, того, что театр должен быть социальным и актуальным, он отсутствует. Я как раз, меня это совершенно не интересует. Я в этом холоден, в этих проявлениях. Формален, технологичен, и они делаются не более чем как трюки книги театральные. Я буквально недавно прочитал ваше интервью с Эфико Шаварнадзе. Вы тогда сказали, что если у вас будет много-много денег и дома на берегу моря, то вернемся к разговору. А вы как сейчас к разговору? Готовы вернуться? У меня нет много денег и дома на берегу моря. Да и кроме этого еще надо иметь, наверное, некое психическое состояние, готовность отрешиться от всего. Наверное, у меня пока нет такой готовности к асоциализированности. Хотя мечта писать, она как бы остается. К сожалению, те условия, которые должны сопровождать это писательство, психические условия для меня, в первую очередь, психически нереализуемы. Мне, в общем, все равно я могу и подметать набережную на берегу, значит, где-нибудь в южной стране. Это не проблема, и тихо писать, значит, тексты. Вопрос не в наличии денег или дома, а вопрос в наличии или отсутствии психического состояния, которое позволит тебе на месяцы уйти в такую как бы отрешенную какую-то жизнь. Я пока слишком хочу много успеть сделать, наверное, в кино, в театре, во всяких других сферах. Хотя, конечно, иногда накатывает просто усталость и думаешь, вот как бы хорошо бы на свете счастья нет, но есть покой и воля. Вот как бы думаешь об этом. Хотите много сделать, а хотите много заработать? Просто вы про деньги говорили в том интернете? Нет, у меня нет такой самоцели много зарабатывать. Я зарабатываю столько, сколько мне нужно для того, чтобы более-менее благополучно жить, что-то помогать моим близким. У меня какой-то такой прямо самоцели обогатиться нет. И вообще я считаю, что деньги должны утекать, улетать, надо путешествовать, надо тратить их на близких людей, на хорошую еду, на хорошую одежду, на путешествия, на впечатления, на ощущения, на здоровье, в крайнем случае, да. Вот, значит, дай бог всем здоровья, и чтобы на это деньги и не тратить. Вот, ну, на это. А деньги тратить на имущество, на обзаведение всяческими домами, там, квартирами и прочим-прочим, мне не нужны излишества. Мне не нужны излишества. Я могу жить в подвале, да, и мне, собственно, нужна кровать для того, чтобы спать ночью. Вот, и работа, чтобы не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы реализовывать какие-то идеи. Давайте еще поговорим о вашей известности, точнее, о вашем отношении к известности. В «Правилах жизни» того же самого журнала «Эсквайр» вы сформулировали к ней свои отношения, зачитая, в какой-то момент я стал осознавать себя известным, но я не ощущаю себя комфортно в этом состоянии. Вот «Правила жизни», например, это же смешной идиотизм какой-то. К известности я отношусь как к штирлиц, надел чужой мундир, играю с вами в то, что творчеством занимаюсь, смыслы произвожу и думаю, лишь бы не раскусили. А вот с момента публикации прошло 4 года, что-то поменялось? То есть вас по-прежнему смешит и доставляет дискомфорт? Ну, особо ничего не поменялось. Я по-прежнему не ощущаю себя ни состоявшимся большим режиссером, ни какой-то, значит, медийной личностью. Все это мне глупо, неловко. Я в профессии ощущаю себя учеником, а в большой жизни ощущаю себя плывущим в большом каком-то бурном море. Я могу производить впечатление, и умею в силу профессии, наверное, производить впечатление большой уверенности в себе, но эта большая уверенность в себе внешне сочетается с большой неуверенностью в себе и с каким-то глобальной, по большому счету, асоциальности, которая была со школьных времен, так и осталась. Вы асоциальный человек? Я достаточно асоциальный человек, да. Мне тяжело дать сообщение, хотя я легко общаюсь, но мне тяжело это дается. При этом и светский человек. Ну, в меру светский человек, но, повторяю, я легко внешне общаюсь, но мне тяжело внутренне это все дается. Вся эта жизнь, которая просто вынуждена сопровождать профессию или степень какой-то известности. Поэтому я стараюсь относиться к этому игрово, и ироничный, и самоироничный. Ну, к примеру, сервис «Старт.ру», на котором должен выйти сериал «Содержанки» ваш, заявляет вас как знаменитого режиссера Константина Богомолова. Вам, когда так говорят, не решат? Я вот это все мимо меня проходит, все эти слова, это как бы формальные названия. Я, знаете, и поздравления с днем рождения принимаю с трудом всегда. Это для меня самый неловкий праздник, потому что я не понимаю, за что меня поздравляют, с чем меня поздравляют. Я вроде ничем не заслушал, кроме того, что я в этот день просто родился. Это глупо поздравлять с этим. Вот, поэтому... А когда я сделаю, делаю что-то, что я считаю круто, действительно круто, классно сделано и прекрасно сделано, и я не нуждаюсь в поздравлениях, потому что я, в принципе, сам знаю, что я все сделал круто. Поэтому такая, как бы, странная, противоречивая ситуация, когда я не ощущаю свои заслуги, мне не нужны поздравления, потому что мне неловко. Когда я ощущаю, что я все круто сделал, мне не нужны поздравления, ни какие-то хвалебные слова, поскольку я, в общем, у меня степень самооценки достаточно при этом высокая, да. Может быть, поэтому у меня, кстати, в общем, нет особо, мне кажется, звездной болезни, никогда не было. Потому что я в достаточной степени, как бы, с одной стороны, испуган всем этим окружающим миром, с другой стороны, в достаточной степени одновременно самовлюблен, чтобы никакая лесть не стала для меня больше, чем я сам о себе что-то думаю. Мы с вами уже говорили про кино, я бы хотел более подробно на этом остановиться. Сколько вы вообще, в принципе, планируете уделять времени кинематографу? Ну, достаточно существенно. Я, в принципе, хочу, как бы, ну, как бы, перенаправить, не то, что перенаправить, ну, как бы, выделить существенную часть своей жизни, своей энергии под это дело, и осваивать это дело. Поэтому я занимаюсь сериалом и сериалами сейчас, потому что это прекрасная, как бы, во-первых, там прекрасная компания у меня, продюсеров и кинематографистов, которые составляют команду, как бы, производственную. А во-вторых, для меня это огромный, как бы, такой профессиональный тренинг, в смысле кино, да, это лучший способ обучения. Я прекрасно, я не прихожу в профессию, как мастер-фломастер, значит, который сейчас всех научит и знает, как делать. Я, в общем, что-то понимаю, наверное, что-то знаю, особенно в работе с актерами, но, в принципе, я обучаюсь. Вот. Я сознательно иду в какую-то учебу. Я хотел вас спросить про судьбу двух фильмов. Про один из них вы уже сказали, Настя. Да, второй год, когда я не родился. Когда я не родился. Год, когда я не родился, сложной судьбы, я пытаюсь добиться, ну, как бы, осуществить возможность некого авторского монтажа. Вот. И инкорпорирование туда еще тех записей, которые мы делали вокруг, некого такого условного бэкстейджа, связанного с Олегом Павловичем. Ага. Вот. Который у нас накопился с оператором Александром Симоновым, который снимал и Настю, и год, когда я не родился, и сериал, с которым мы постоянно работаем. Вот. Это наиболее трудные судьбы, но я надеюсь, через какое-то время я найду как бы возможность осуществить вот такую авторскую версию, туда вбросив еще и значит, вот эти материалы. Плюс там такая некоторая сложность со звучанием была. Мы надеялись, что Олег Павлович в каком-то момент сможет озвучить эту работу, потому что там не все удалось записать живым звуком. Вот. И мы ждали его, как бы, чтобы он как-то пришел в себя там и почувствовал все силы заняться озвучанием. К сожалению, не дождались. Какие у вас с ним отношения были? Прекрасные. Прекрасные. Он у меня был мастером, родным человеком, большим другом. Что он самому важному вам сказал, о чем вы помните? Да, он ничего я не могу сказать, что он сказал что-то важное мне. Он мне передавал энергию любви, победительности, какой-то витальности и щедрости. Щедрости. И того, что театр это какое-то живое, радостное, незанудное дело. И энергию всеприятия какого-то талантливых энергий разных. Не выбор одной эстетики, в которую ты упираешься, вот это правильная эстетика. Нет. Все, что талантливо, все пускай приходит в дом к этому хозяину, которым был Олег Павлович. Вот. Ненавидел рассуждения про там, знаете, какие-то пафосные рассуждения про историю театра, традиции, наследственность, школу. преимущества. Он просто делал свое дело. Он делал свое дело, делал его успешно, так что в его доме актеры были счастливы, режиссеров была масса, возникали совершенно невероятные новые имена, постоянно здесь были события. В общем, он превратил, здесь я имею в виду Московский художественный театр, и он превратил Московский художественный театр в такой, как бы, главный театр событий страны. Дай бог, чтобы все это каким-то образом не было потеряно и продолжилось. Но Олег Павлович, вспоминать его фразы какие-то можно бесконечно. Главное, это вот эта какая-то его энергия. Ну, слушайте, он просто мне был очень родным человеком, близким. Как мне кажется, меня любил, и я его очень любил, и как мне кажется, он это чувствовал. Сериал «Содержанки» как он в съемке? Да, интересный. Ну, он про светскую жизнь Москвы, но на самом деле просто про жизнь людей не среднего уровня достатка. Вот. И вот эту энергию, странную энергию не делания своего дела, не какого-то как бы отстраивания своей жизни своим делом, да, а энергию манипуляций, в том числе сексуальными какими-то желаниями, значит, энергиями. Вот. Но он такой, как бы, попытка наблюдения за светской жизнью Москвы. На самом деле, там есть свой сюжет, своя история, какая-то детективно-психологическая или мелодраматическая, в первую очередь, мелодраматическая, которая там развивается. и в конечном счете именно это там главное, а не вот это, значит, название. Это не значит, что это будет череда сатирических или, значит, бытописательных очерков, очерков конкретно об этом социальном типе женщин. Нет, это на самом деле просто мелодраматическая история и о любви, и о семье, и прочее. Вам эти героини симпатичны? У них есть прототипы реально? Есть, у кого-то есть, кто-то сумма каких-то прототипов, кто-то есть наблюдение над кем-то. Конечно же, есть, это все берется из жизни, это наблюдение из жизни, в том числе наблюдение, знаете, и над собой. Вот, там, какие-то мужские поступки таскаешь из себя, женские поступки таскаешь из окружающих, значит, женщин каких-то, близких, неблизких, там, наблюдаемых где-то. Я не могу сказать, что я кого-то не люблю, я, в принципе, люблю людей, я, в принципе, могу многое в людях оправдать, я считаю, что, ну, как бы, осуждать нельзя. Вы сказали про то, что речь о советской тусовке Москвы, а какая она, советская тусовка сегодня в Москве, она вообще есть? Что она собой представляет на ваш взгляд? Она очень разная, она состоит из очень разных людей, по большей части, кстати, это очень... Вам она нравится? Ну, знаете, по большей части, это довольно талантливый, и остроумный, и жизнелюбивый люди. Это такой штамп, что это какие-то страшные, как бы, упыри. Нет, по большей части, это на самом деле веселые, интересные люди. Иногда не очень далекие, иногда очень умные, сложные, глубокие, иногда излишне увлеченные мишурой внешне, иногда просто играющие в эту увлеченность. как в любой сфере, значит, общества или жизни, там есть и то, и то, и то, и то. Там нельзя мазать всех одной краской. Спасибо большое. Спасибо. Полную версию интервью с Константином Богомоловым читайте завтра на сайте РБК-стиль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова